Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это Murdered Soul Suspects, собственно, продолжаем проходить. Остались мы на том, что немножко побродили по церкви, что-то там нашли. О, кстати, там ещё что-то можно найти. Господи, обрати к тебе и сердца врагов наших. О, это наша жизнь. Какую-то молитву прочитала. Она ещё просто не знает, что это не работает. Так, шляпа Ронана. Позавчера вечером мы вместе смотрели чёрно-белые гангстерские фильмы. Не могу поверить, что раньше он их не видел. Мне понравилась романтическая линия, а ему экшен. На следующий день я купил ему фетровую, 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 какую-то, короче, шляпу. Сначала он смутился, но потом быстро к ней привык, и она ему очень идёт. Думаю, он теперь никогда её не снимет. Ну что ж, и после смерти с этой шляпой. Поздравляю, женщина-то добилась своего. Господи, надеюсь, это поможет. Если там кто-то есть, пожалуйста, защити нас. Как-то... Она озвучивает мои мысли. После этих убийств я чувствую себя беззащитной. Здесь точно безопасно. Вряд ли этот изувер посмеет прятаться рядом с церковью. Изувер. А почему? По-моему, церковь вполне себе нормальное место, чтобы прятаться. Я в полной уверенности, что он нападает исключительно на одиночек. Когда ходи за негритянкой. Сейчас многие молятся. Не только она. Да, опять же, многие. Четыре человека на всю церковь. По крайней мере, я не одна. А то ж. Сюда он ведь не мог зайти, да? Не мог же не? Ну что, ну что, церковь, она же святая. Туда не могут входить вампиры и всякие такие сущности. Эй, эй, эй. Все нормально. Но не подходи к ним. Я больше не могла терпеть. Пришлось это прекратить. Эти руки рвали на части мою душу. Мой мозг. Они в глазах. Они пролезают через глаза. Что? Все, 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 все. Успокойся. Ты просто бредишь. Я вообще не понимаю, о чем они говорят. Что? Они пришли за тобой. Ну да. Я все еще их вижу. Клево. Нормальные беседы, по-моему. Вполне все, сойдет. Свадьба. Которым я никогда не жалел. Лучший день моей жизни. Мы с самого начала знали, что все закончится подобным образом, рано или поздно. Клево. Опаньки. Священничек. А тут у нас что? Я перестал находить пилы. Я хочу найти пилу. Оп, пила. Еще восемь штук. Не так близко, как может оказаться. Так, ну ладно, давайте. Изучить. Собственно. Где же? Да, девочка. В той квартире что-то указывало на церковь? Конечно указывало. Мы же, блин... Мы же, блин, в той квартире и нашли зацепку, то, что это церковь. Ну там фотография была в церкви, типа. Че, бред какой-то. Ну? А зачем это еще раз вспоминать? Вы не могли бы меня ненадолго приютить? Конечно, дорогая. Церковь всегда тебе поможет. Могу предложить старый чердак. Живи сколько хочешь. Да! Ты ведь не знаешь, может быть, она преступница? Надо проверить. Но ты все равно ее впустишь. Священник сказал, что она может быть на чердаке. Ты, конечно, все равно ее впустишь, несмотря на то, что, возможно, она совершила преступление. Возможно, убила людей. Может быть, не по своей воле, конечно. Ну, нечаянно в смысле. Но... Но... Это же тогда все прощается. Ну ладно, я понял. Я должен в нем пройти через эту херню. Да. И он пылесосит судорожно именно... Хотя, давайте-ка вселимся в него и посочетаем мысли. А я думал, у него в мыслях будет что-то... Эх, помню этого сладенького мальчика. Кончай, Петя. Я из тебя вылезти не могу, пока ты поешь. Все. Блин. Кат-сценка. Ну, сложно назвать это кат-сценой. Все кат-сцены здесь, по-моему, пяти ролик. О! Киса. А кисы защищают от... Демонов. Или что вообще... К чему здесь вот эта вот штука про кису? Найти кошку. Я вроде думал, что я ищу девочку, а не кошку. Ну, ладно, кошку так кошку. Следы кошачьих когтей. Ну, подняться-то я не могу. Прыгать же нельзя. Нельзя. Хотя... Ё-моё, ты что за повесившийся карлик? Тут много людей. А пила есть? Меня интересует пила. Ого. А почему? Блин, я же уже... А, ну или типа я не внутри здания, поэтому мне надо обязательно именно в открытую дверь входить. О, говно первое. Первое не единственное, насколько я вижу. О, пила. Брайан чудесный мальчик, но его семья другое дело. Ну, его мать, конечно, смахивает на гарпию, но Брайан милый. Да, я тоже так думаю. Просто Шейла никогда не общалась с такими темпераментными людьми. Я боюсь, они будут на неё давить. О, Шейла, поверь, их ждёт долгая и счастливая жизнь. Надеюсь, ты права. Вы же с ней дружите с какого? С четвёртого класса? Кажется, ты знаешь её даже лучше, чем я. Он отличный парень, но она права насчёт его матери. Надеюсь, моя свадьба пройдёт без стресса. Да, свадьбы, они всегда без стресса проходят. Вот сколько сериалов не смотрел про свадьбы, везде без стресса всё было. Особенно для невесты. В натуре. Тоже правда. О, смотрите, модем. Куда им торопиться? Прямо как у меня. Ну, у меня не модем, у меня роутер, но примерно смысл тот же. Ну, я имею в виду справа, который. Wi-Fi, все дела. Видимо, сила. Которая реально работает. Чё, может с этим, с говном разберёмся? Он же через стены не видит? Ты бля. Я не видел вот эту вот херню сбоку. Ну, сейчас по-быстрому с ним разберёмся. Нет, я не придираюсь, но честное слово. Разве это центральная деталь, хорошо? Левая кнопка. Извините, мэм, но в заявке было оформить в пуританском стиле. Без подробностей. Это по-вашему пуританский стиль? Там пластик. А он разве был у тех, кто высадился у плиматского камня? Пластик. Не использовать пластик, а использовать живые цветы. Это символ гордости. История теперь никто не уважает. Где понабрали такой персонал? История не настоящая наука. Вот её и не уважают. О, пила. Самое весёлое, что я здесь нахожу, это пила в церкви. Ничего, сэр, это профилактика. По этим штукам могут разгуливать мелкие зверьки. А вот мы и проверяем. Я бы не советовал говорить об этом на кухне. Это дело плохо пахнет. Так вот почему тут везде благовоние, да? Смешной. Этот парень оценил бы, как мой мальчик играет в футбол. Что? Он понял это, смотря со спины на чувака, который стоит полураком? Я ни в чём не виноват. Мой сын супер. Да, нормальные люди тоже все постоянно говорят про себя. Я ни в чём не виноват, я ни в чём не виноват. Даже не слушаю. Да заткнётся он или нет. Вот это я понимаю. Вот это действительно то, о чём в мыслях творится. О, киса. Можно вселиться в кису. А она живёт через дорогу. В моей кухне такого бы не случилось. Какого такого? Я так и не понял, кто у них застрял. Чувак, по-моему... По-моему, в Sims 2 или в Sims 1 даже реалистичнее готовят, чем этот... Так, чё у нас тут? Давай, обнаружить. О, мадам. Вы подниметесь. Поднимается? Ну да, вроде поднимается. Или просто тупо смотрит на кнопки, типа, о-о-о, циферки. Мы же не знаем об её уровне развития. Хотя... Она дотумалась уйти с места преступления и... Типа, спрятаться в безопасном относительно месте. А тут мы были. Ну, я полагаю, мы вселимся, типа, сейчас в киску и... С помощью неё, типа, пройдём на четвёртый этаж. Я пилы просто ищу. Может, какая интересная инфа будет, если пилы найдём. Вот, например, пила. Эта штука осталась. И что-то мне подсказывает, то, что эти... Пилы как-то связаны с... Вот этими вот людьми, которые мы видим вот здесь вот. Вот, видите? Три девочки. Не, две девочки и мальчик. И кто-то их распилил. Тут уже нельзя выйти. Так, тут мы были. Тут мы были. Блин, тяжело без карты. А может, карта есть? Нет, карты нет. Тут мы были. А вот тут мы ещё не были. А, нет, были. Тут мы убили Демонюкина. А тут... О, пила. Так, ещё три. Ну, блин. Слушайте, я хочу их найти. Но есть мнение на то, что они там наверху есть некоторые. Табличка Дома Священника. Сейчас мы освещаем этот дом воскресший словно легендарный Феникс. Ну, и вот эти баги графики тоже. А, конечно, куда же без них. С ними веселее. Все дела. Конечно, всегда найдутся те, кто скажет, да, это у тебя проблемы, у тебя всё глючит, у нас всё хорошо, и такого никогда не было. Конечно, блядь, не было. Все игры имеют особенность глючить. У кого-то они глючит, у кого-то они не глючит, у кого-то... Глюки там часто встречаются, у кого-то нет. Так, нажмите баст, удерживайте левый шип, чтобы бежать. Селившись в кошку с разбега, можно запрыгивать на некоторые уступы. Ну, и управление. Мяу. Так, ну, допустим... Ё-моё, не то. Так, а как? Спейс не прыжок, а с шиптом. Ну, я полагаю, что это типа для тренировки. И на самом деле я должен... А, не этот. Ну, не так, в общем, использовать этого кота. Я должен как-то на улицу её вывести. Блин, она не умеет сквозь стены проходить. Какая странная кошка. Так вот, я должен её вывести на улицу и там запрыгнуть на леса. Или типа того. Ну, аж и не запрыгнула-то, я ж и выдержал вообще-то. О, а в ней можно ходить по этим штукам? Хм. Вселяться в животных. Как он вообще, интересно, пришёл к выводу, что он может вселяться в животных. Блин, ну она не может пройти. Из этой комнаты вроде бы не может она никуда выйти. Все окна закрыты. Мы сейчас возвращаемся. Тут тоже все комнаты. Всё закрыто. Значит, сюда зря пришли. Но мне надо как-то выйти. Типа. Да, повар, на твоей кухне бы такого не произошло. И тебе абсолютно насрать, что у тебя тут кошак бегает. Хм. Ладно, надо найти, короче... Ну как-то ведь она сюда пришла, правильно? Она же была на этом. На улице и припёрлась сюда. Через открытое окно. Где это открытое окно теперь? Надо найти. Вот карты здесь, к сожалению, нету, о чём я и говорил. Через какое-то открытое окно. Может, тут где-то открытое окно? Нет. Ну, на улицу надо там, по лесам. Это понятно, то есть. Это понятно. Как белый день, понятно. Ясенько, да? Понятненько. Ну вот, где это окно, я уже и не вспомню. Надо искать его. Хм. Вон выход. Эксид. Использоваться лифтом просто так нельзя. Может, надо помелкать? У меня есть, типа, доступный мяу. Может, помелкать, чтобы кто-то открыл окно? Ну, давайте попробуем. Здесь вряд ли кто-то откроет. Ну, типа, вот так вот. Мяу. Нет, всем плевать. Может быть, здесь? Не, вообще срали они, короче, на этого кота с высокой колокольни. А если я на стол запрыгну к вашему британскому стилю? Нет? Тоже плевать, да? Да. Насколько ж... Живую они создали, блин, прям... Природу. Ну, ё-моё, блин, я не могу попасть. Хе-хе. Ай, отстойное управление, отстойный дом. Да, ну, прям... Прям идеальное место. И ещё небо. Не, ну, можно, конечно, понадеяться, что кот сам, типа, куда-нибудь додумается запрыгнуть. Ну, не запрыгнуть, а это... Каким-то образом найти выход. И просто идти за ним. Я, наверное, сейчас так попробую. Ну, вот, киса, давай. Куда ты пойдёшь? Да, киса никуда не идёт, она ждёт меня. Ну, мне-то всё просто. Выход. Вот он, выход. Вот он, выход. И вот сюда надо кашака закинуть, насколько я понимаю. Вот он, выход. А тут все двери закрыты. А, вот, наверху. С тремяночкой и разбитое окно. И вентиляция, да? Так, а куда ведёт эта вентиляция? Херлус знает, куда она ведёт. Ага, вот она. Вот она идёт, идёт, идёт. Вот она такая идёт. И я не могу здесь пройти. Сейчас. Сейчас попробуем. Как-то надо было в вентиляцию. Ага, вот, вот. Вот, а сюда я мог пройти. Окей, всё. Я просто, типа, в шары подолбился. Немного. Киса, привет. Пойдём. Пойдём. Не бойся ничего. Здесь не просто так всё это сделано. Чисто для кошака, который... Ну да, наверх. Кто же знал, что по стремянке она тоже умеет залазить? Ну и не по стремянке, а по этой фиге. Так. Ну я не туда, по-моему, иду, да. Надо было повернуть вот здесь, пробежать вперёд. Вперёд на свет. Отсюда выйти. И вот тут запрыгнуть. Кто тут курит такой? А ну-ка. Дома, за закрытыми дверями, будет понадёжнее. Я тебя ещё не слушаю. Зачего я боюсь? Ничего же не случится. В натуре. Вы все умрёте просто. А так ничего не случится. Значит так. Чё мы делаем? Там мальчик-суицидник какой-то. Или карлик-суицидник. Нихрена себе. Киса. Хе. Не, на самом деле, если это единичный случай в игре, где нам надо вселиться в кошку и что-то сделать, то тогда это весело. Ну, действительно, забавно. А если это придётся делать постоянно, там, или три-четыре раза за игру, то тогда нет. Тогда это скорее уже, ну, потеряет весь свой шик. А так пока прикольно, да. Управление, конечно, дерьмовое, но, в принципе, мы поняли, что в этой игре, ну, всё, так скажем, категории B. Включая и кису. Но задумка пока мне нравится. Главное, чтобы не переэтовали с ней. Добраться до чердака. Так, ну, я тут не вижу демонов, вроде как, можно и скисывались. Вот девка. Чё ищем? О, какая-то злая коробку пнула. И почему я всё время теряю ключи? Потому что их у тебя кто-то... Как же до неё достучаться? Потому что у тебя их кто-то постоянно и ворует. Мне надо выяснить, что известно свидетелям. Так. Ну, она тут забаррикадировалась, конечно, знатно. Пила. Мне надо ещё парочку найти. Причём ровно две. Парочка ровно две. Хотелось бы, знаете ли, хотелось бы, на самом деле. Небольшой я фанат таких эксплойтов. Ну, это не эксплойты, это типа... Ну, вы поняли, о чём я говорю. Вот, небольшой я фанат... О, обнаружили. Собрать. Демоны. Даже лучшим из нас грозит опасность. А поскольку я не лучший, то у меня тем более грозит опасность. Блин. Блин, долбанная демоническая стена. А чё, улик-то нету? Не, надо вселиться в неё. Я хочу пилы поискать. Иса. Блин, похоже, что я здесь не поищу пилы. Ну, ладно. Поселимся, значит. Влияние. Ё-моё. Что заставит её подумать про звонаря? Дайте-ка подумать. То, что она видела звонаря? О-о-о, нихрена себе. Убирайся к чёрту. Убирайся к чёрту! Проклятие, если ты ещё раз в меня вселишься... Я... Я... Ты не имеешь права взваливать на меня свои проблемы. Я разыскиваю своего убийцу. Того, кто часто напал на тебя. А, ну, до него дойдёт. Погоди-ка. Ты меня видишь? И слышишь? Это... Из-за смайлика, да? Чёрт, я понял. Ты же медиум. Похоже, я самый большой везунчик на свете. Нашёл идеальную помощницу. И чего вы всё время к нам цепляетесь? Помогать копам, это не какая-то там привилегия. А самая настоящая ловушка. Я не информатор, ни партнёр, ни друг. Ничего вам не должно. Как, впрочем, и вы мне. Да, да, я всё понял. Ты крутая, ладно. Но он круче. Ты видела, на что он способен. Он охотится на тебя или на того, кто тебе дорог. И тот, кто ему нужен, пусть радуется, что вообще ещё жив. Я могу его остановить. А ты помочь мне в этом. Просто ответь на несколько вопросов. Ну, кстати. Мне жаль. С тобой произошло... Точно, это же из-за неё. Всё, она виновата в нашей смерти. Дело раскрыто, она убийца. Ты меня спас. Ладно. Что? Так, выясни, что известно. Свидетеля. Давай быстрее. Ну, ладно. Почему убийца тебя ищет? Меня убили, когда я проследил за этим уродом до твоего дома. Интересно, зачем ты ему нужна? Думаю, этому уроду была нужна моя мама. А я ведь никто. Невидимка. Мы постарались, чтобы было именно так. Не все жаждут публичности. Так. Почему мать? Нужна твоя мама? Но зачем? Она, как я, но нашла способ зарабатывать на наших способностях. Это могло привлечь к ней внимание. Так. Что значит зарабатывать? Я тоже хочу. Хм. Может, ты ее знаешь. Ясновидящие, ее копы наняли. Составлять портрет. Убийцы. Прости. Я не в курсе. Хм. Сегодня я нашла это дома. Говорится про какое-то досье на звонаря. И точно ее почерк. Досье на звонаря. Наверное, в нем все ее записи по этому делу. И, вероятно, досье в участке. Правда? Так вот, есть такой сериал «Ясновидящий». Что-то мне даже захотелось его посмотреть. Спрашивать будешь? Там тоже, типа, «Ясновидящий помогает копам». Только он, на самом деле, ни хрена не ясновидящий. Он просто как... Я даже не знаю, как кто. Подмечает всякие мелкие... Как Шерлок Холмс, точно. Точно. Только с юмором и все дела. Могу посоветовать смотреть вам, короче, посмотреть этот сериал. Я, правда, последний сезон и полтора не видел. Как-то забил. Ну, ладно. Четвертая, ты знаешь? Убийцу. Ты раньше видела моего убийцу? Можешь хотя бы предположить, кто это? У вас копов совсем нет улик, что ли? Если вы спрашиваете людей про убийцу... Понятно, почему вам помощь так нужна. Я спрашиваю не людей, а свидетеля, чью жизнь только что спас. Спрашивать будешь? Ну, ладно, последний вопрос, собственно. Ну, и где твоя мать? Твою мать? Где твоя мать? Твою мать. Наверное. Умерла. Она бы меня никогда так не бросила, нет. Я не знаю, где она. Но тут замешан звонарь, это совершенно точно. Не зря он сегодня сюда приперся. А, субтитры, как и сны, объявился. Зачем возвращаться к ней в квартиру? Я не знаю. Слушай, но не накручивай себя так. Так, почему ты там не живешь? Почему сегодня вечером ты была в квартире? Ну ладно, что ты делала в своей квартире? Интересный вопрос. Ну и что, последний вопрос? Или все-таки еще у нас будут диалоги? Почему ты там не живешь? Потому что такие, как вы, вечно просят о помощи. Непременно хотят еще раз поговорить с близкими, разгадать очередную безумную загадку. Я люблю маму, но не могу долго жить в одном месте. Не хочу, чтобы меня обнаружили. В детстве я тоже редко дома бывал. У меня кот храпит. Че он? Че ты храпишь? Ты в опасности. За тобой нужен присмотр. Копы умеют искать людей. Я нашел тебя и маму твою найду. Я готов взять твои проблемы на себя. Ни за что. Пойми, я, конечно, очень благодарна тебе за спасение, но твои проблемы твои, а мои, мои. Мои, мои, твои, твои. Вот они. Вот эту вот связку ключей она там искала полчаса. Ну что, удачи тебе. Счастливого небытия. Эй, погоди-ка. Куда пошла? Погоди секунду, послушай. В этом замешана твоя мать, значит мы должны работать вместе. Работать вместе? А что ты можешь? Ты труп! Отстань! Оставь меня в покое! Громкий крик. Если она кричит, то она... Кричит громко. Но я явно что-то знает. Ее нельзя отпускать. Но надеюсь, сейчас не будет. Должен быть другой выход. Сейчас типа этой. Бега с таймером. Так, свидетеля не столько она может помочь мне начать расследование. Ну, таймера же нету, я полагаю. Покинуть чердак. И шо? Блин, а что я бы она поднимал-то? То есть, мне же информации куча дали, а я что-то ничего. Забота о безопасности Джой. Ее зовут Джой. Так. Окей. Взаимовная вражда. Проход сквозь объект и вселение кошка. Способности призрака. Это че, у нас то есть уже почти все способности, что ли? От этого они открыты. Только две осталось. Довольно быстро они их открыли в начале игры. Ну и, блин, на самом деле... Ну ладно. Ну я могу с помощью кош... А, она окно закрыла. Или кошак сам закрыл окно? Вот еще не знаю. Ну, демонов нет, можно, в принципе, пошариться немного тут. А, нет, вот кошак. Ну я хочу еще тут пошариться, типа, немного. Надежда найти пилу. Оставшиеся две штуки. Ну тут вроде бы кошак орет, то есть он как бы намекает, что стоит обратить на него внимание. Если я вдруг забыл, что я с помощью него сюда пришел. Ну, блин. Ну ладно, я больше не вижу выхода на самом деле. Может быть, я такой косой. Опять сейчас потеряю эти... О, ну хотя бы самому не надо назад идти. Кошка сама спрыгнет. А, ну да, в самый низ. Так, покину чердак. Ну мне не обязательно, я полагаю, дальше к кошке идти. Я могу просто пройти через... Бля, дверь-то нельзя. Дверь-то закрыта. Поверь-то все делать самому. А, она видит тоже эту хрень. Да, извините. Но я вернусь, святой отец. Будь осторожна. И че? Священник, при помощи полтергейста призрак может воздействовать на поведение людей. Еще, а где тут... О! Полтергейст. Когда она успокоится, надо спросить, зачем она здесь осталась. Сегодня здесь так холодно. Главное сейчас, чтобы он петь не начал. А там, мы это уже проходили. Он начинает петь полчаса и... Ух ты, ёпты, а чей-то вдруг начали патрулировать эти упыри. Некоторые объекты можно активировать, чтобы отвлечь внимание демонов и незаметно прокраски мемо них. Как правило, чаще всего удается отвлечь внимание демонов с помощью ворона. Как правило, но на самом деле просто игре было лень. Укрытие демонов поможет вам подобраться к объектам, отвлекающих внимание. Но... Хочу ли я отвлечь его, или может быть я просто хочу... Но у меня нет выбора. Я хочу просто со спины к нему подойти сейчас, да, вырубить. Подойти к демону сзади и удерживайте, если хотите казнить его. Да ладно, серьезно? А я и не знал. Сколько их тут? Вижу одного. Блин, на самом деле... Можно было бы, конечно, поискать эти... Ну, пилы здесь. Но я не хочу тратить свое, да и ваше время. Ладно, будем откровенны, я не хочу вас с вами тратить свое время. Все, окончились димоны. 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 Димоны, димоны. Может, я где-то между этих пропустил что-нибудь интересное между скамеек? Так вот, книжки, например, тут оставляют. Холли Биббл. Факин Бибблмен. Но, вот, с Холли Факин Бибблмен. Холли. Главное, помнить, что это Холли. Ну, ладно, похоже, пилы я тут не найду. Хотя... Может, наверху? Хм, может, наверху, может, нет. А, я тут был. Вот, мне нравится, что тут можно падать с любой высоты. Вот, реально круто. Так, ну ладно, что, уходим отсюда? Да, уходим. Только, я думаю, в следующем видео уйдем. А пока, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ну и смотрите продолжение. Ага, понял, просто не стоит наступать. Да, с вами был Сет, до свидания.